Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. Вышел новый влог. Покупка на 55 тысяч для новой ванной комнаты. Если честно, ребят, я, прочитав название, прям-таки задумалась, куда они собираются ставить эту душевую кабину. Ну, потому что я поняла, что это уже душевая кабина. У них там и стиральная машинка, и, насколько я понимаю, там у них совмещен туалет и ванная. Ну, по крайней мере, там одна вроде как дверь. Поэтому куда эту душевую кабину, ну, если только действительно в новую квартиру. В общем, начало влога. Приехали с Дуней, получается, на перевязку. Показали нам Дуню в этой малюсенькой переноске. Ну, и опять же, попытались нам доказать то, что ей там удобно, что ей там достаточно места хватает, что Дуня себя чувствует хорошо. И после перевязки она отправляется сама в переноску. Ну, и, значит, дальше Уралочка говорит, вот, собираемся ехать в Леруа Мерлен. Говорит, такая осень, листья опадают. Я прям удивилась, что Уралочка сказала правильно. У неё же любимое выражение «спадывают», а тут совсем уже и не спадывают. Ну, и дальше Уралочка благодарит за комментарии после мукбанка. Получается, к видео, где они рассказывали про прокуратуру. Ребят, мне так действительно стало смешно. Они этим мукбанком опозорились по полной, а говорят о каких-то там поддержках в комментариях. Кто их там поддержал? Ну, вообще-то верные хомяки, конечно же, поддержали. Но, опять же, я как раз-таки ответочку хомякам уже выложила. И на Дзене, и в Ютубе, кто у нас обманщик, кто любитель врать. Вот пусть посмотрят и решат для себя, кто кого обманывает. И было ли уже вынесено решение или не было. Вот пускай почитают и посмотрят, кто врушка, а кто не врушка. И, вы знаете, вот не могут они без меня. В каждом влоге вспоминают вишенку, прям как мозоль я у них. Вы знаете, вот мне абсолютно безразличны все блогеры, которых я обозреваю. Вот абсолютно ничего личного. Меня не интересует их жизнь. Меня не интересует их так называемое, как они считают, счастье. Но я не люблю, когда врут. Вы ведите действительно свой влог и свой канал, вернее, а не свой влог. И не врите, будьте честны со своим зрителем. А когда вот такие вот поступки, типа зигования и бесконечного вранья, разве такое можно одобрять? Конечно же, нет. Ну, значит, Уралочка, ой, мы хотели рассказать, как оно есть для кого-то. Сафарик говорит, это привычное дело. Как всегда, он любитель подогреть ситуацию. Завести с полоборота Уралочку, чтобы та побольше мерзости и гадости говорила. Да, в сторону меня, в сторону вообще обзорщиков и наших подписчиков. Любитель он, да, чтобы именно Уралочку в этом завести. И все зрители, оказывается, у них добрые, все зрители у них понимающие. Но только что-то мы с вами читали совсем не понимающих зрителей. Ну, или Сафарик, как дворник, всё подчистил и оставил только позитивные комменты. Скорее всего, ребят, такие есть, потому что в комментариях у меня писали, что комментарии подчищаются и людей блокируют. Причём, ребят, блокируют своих же подписчиков, своих же зрителей, которые им писали, что они возмущены. Дальше опять, ребят, та же песня. Мы обычные простые люди. Да, обычные. Нет, Уралочка, вы необычные. Вы совсем не обычные блогеры. Обычные простые блогеры не получают столько негатива в комментариях. Обычные и простые блогеры никогда не оправдываются, если у самих рыло не в пуху. Они действительно ведут спокойно свой канал и выпускают видео, и ни перед кем не оправдываются. Да и им незачем оправдываться, потому что они не врут. Ну, а если что-то они не договаривают, то они просто не говорят. И главное, обычные и простые блогеры не прославляются вот так вот, как вы прославились на весь мир в новогоднюю ночь. Дальше Сафар повёл Уралочку уже в магазине смотреть кухоньки. На самом деле, ребят, какую кухоньку они хотят? Неужели они в этой однушке решили сменить мебель? Поставить душевую кабину, поменять кухню, при том, когда окна и балкон в ужасном состоянии. Это, опять же, говорит, ребят, о том, что у них как раз-таки жилищные условия поменяются. То есть, я думаю, что поменяется жильё. Ну и дальше, знаете, как будто специально заговорили, что вот эта кухонька якобы не для нашей квартиры, вот если мы её когда-нибудь поменяем, на что Сафар сказал, не поменяем, якобы купим. Ну и Уралочка говорит, ну да, купим. И говорила, ребят, что, скорее всего, квартиру, вот эту однушку, никто продавать не будет. Ну и дальше Уралочка сказала, многие, может, думают, что уже купили, но это совсем не так. Ну, конечно, ребят, если дело касается квартиры, правда, то это совсем не так. Но если это касается дома, то вполне может быть и так. Ну и дальше отправились смотреть краны. И для душа там что-то. Ну и дальше опять моими словами заговорила Уралочка кран. Он и в Африке кран. Вот видите, когда сама не знает, что сказать, она быстренько запоминает чужие слова. Но своего-то ничего не может её мозг придумать, правда же? Вот и приходится использовать чужие выражения. Я, вы знаете, не говорю, что это лично моё выражение, но я постоянно так говорю в своих обзорах. И это та, которая не смотрит обзорщиков совсем. Она совсем не смотрит обзорщиков. Только иногда. А это иногда точно так же, как и с едой, ребят. Я думаю, что иногда можно. Ну, это что касается еды, да? Точно так же и здесь. Иногда у неё каждый день и с едой каждый день, и на обзорных каналах каждый день. Ну и дальше показывает Сафар, значит, кораны. Что вот здесь вот такие классные, суперские. А там прошлый век. Но Уралочку как-то не впечатляют суперские, да? Современные. Её как-то больше впечатляет прошлый век. Потому что, видимо, ей додуматься, как включить, как настроить температуру, да, для неё это уже составит какие-то трудности. Правда же? Когда человек не образован, когда человек очень туго думает, то, естественно, о каком современном можно говорить. Ей бы и правда что попроще. Как раз-таки обычный кран, обычные ручки открутить, закрутить. Вот это как раз-таки для Уралочки. Ну и дальше, значит, ребят, Уралочку ещё и цены возмутили. Ты посмотри, говорит, 13 тысяч. Этот вот хотя бы, говорит, 7. Она просто представила, наверное, сколько еды можно купить за эти деньги. А тут какой-то просто кран. Можно ведь купить простой и дешёвый. Ну, правильно, Уралочка-то мыслит, да, для себя правильно в свою пользу. И зачем ей какие-то заморочки? Ей открутил, закрутил, и всё нормально. Ну и дальше Уралочка рассматривала там шкафчики, значит, раковины. Говорила, что планируется у них там ремонт. Я вот, ребят, не понимаю, как можно делать ремонт в однушке в ванной, да, когда такие страшные балконы, оконные рамы. Ну, это же стыдно, как женщина, да, соседка писала, что кажется, говорит, что живут бедные-бедные старички. Вы знаете, есть старички, у которых даже таких окон нет. Это одинокие старички, которые действительно не могут позволить себе поставить нормальные рамы. А здесь великие блохеры и с такими окнами, ну, это что-то. Зато, да, душевая кабина будет крутая. Ну, в принципе, наверное, Сафар это делает для того, чтобы ему не заморачиваться, чтобы Уралка сама могла, можно сказать, поддерживать свою личную гигиену без его помощи. Может быть, и это как раз-таки в его же пользу. Ну, и дальше они ходили, бродили, продолжали рассматривать именно вот душ, да, и Сафарика интересовал именно тропический душ. Уралка, конечно же, приговаривала, что у них всё прошлый век, а для того, чтобы сделать ремонт и чтобы было всё по-современному, это нужны немалые деньги. Ну, конечно, а если столько денег тратить на еду, набивать морозильные камеры, закупать новые морозильные камеры, чтобы ещё больше еды туда складывать, то, конечно же, о каком ремонте и о каком современном, да, ремонте может идти речь. Конечно же, всё тратится на желудок. А чтобы сделать ремонт, действительно нужны деньги. Хотя я не думаю, ребят, что денег у них нет. Они же прибедняются. Ну, и дальше душевые кабины. В общем, я поняла, что они не хотят переплачивать и решили что-то попроще, как Уралочка сказала, чтобы просто стеклянную такую вот, да, как раздвигающиеся двери, и чтобы внизу, что ли, обычный как поддон был, но им, естественно, нужно пошире. Ходили, Уралочка примеряла, влезет она, не влезет, чтобы ей было свободненько. Ну, я уже говорила, ребят, это, скорее всего, для удобства самого сафара. Для того, чтобы, ну, скажем так, не мотаться к ней так часто, и чтобы она не нуждалась в его присутствии. И, собственно, ну, нормальное явление, да, кабина и Уралочка. И никуда не надо забираться наверх. Свободненько, да, зашла и, скажем так, провела свои гигиенические процедуры. Хотя всё равно, да, я вот так вот задумываюсь и думаю, что без помощи всё-таки и самой себя не обслужить. Меня, ребят, прям смех пробрал, как Уралочка показывала, жун-жун-жун-жун-жун, как она бы мылась. Но только почему-то сверху показала, как она бы мылась. И слышали дальше, ребят, кто о чём думает, у кого в чём не достаёт. Говорит, вот, говорит, мы вдвоём можем залезть. Мы, говорит, и дома вдвоём залазили и заржала. Фу, какая мерзость! Женщине 53 года. И она на всеобщее обозрение, на старость лет рассказывает, как она моется в душевой кабине со своим молодым мужем. И вот ему даже не стыдно, да. Ему не стыдно, что она такие вещи выносит на весь мир. Он же таджик! Как же! Ну вот, ребят, в очередной раз я понимаю, что для этих людей как раз-таки по ходу и есть нехватка. Сами понимаете, в чём. А Уралочка пытается всем доказать, что они даже в душе вдвоём, что там такая любовь, такая любовь. Но почему-то приходится думать о морковке, о кабачках, о огурцах. Но только приходится по ходу мечтать. А фантазирует она себе что угодно. Серьёзно? И я думаю, что опять же очередные фантазии для того, чтобы, знаете, ну, чтобы зрители, наверное, завидовали, что Уралочка даже в душе с Сафаром вместе находятся. То есть там такая любовь, там такая любовь. И вот серьёзно, ребят, ему разве не стыдно, что она такие вещи говорит? Неужели нельзя часть видеоролика вырезать? Ну, либо специально всё это делается, как я уже говорила, для комментариев. Ну, и опять же, да, они как раз-таки вспомнили про унитаз, который, да, у них находится вместе с ванной. Ну, или что у них там, это значит поддон, или что. И, то есть, у них ванна совмещена с туалетом. И поэтому, скорее всего, решил Сафар сделать ремонт в ванной именно для Уралочки, для того, чтобы она могла сама себя обслужить. Я, ребят, вот посмотрела на Уралочку, как она так, знаете, шустренько забиралась в эту кабину душевую, то в одну, то во вторую, и всё у неё получалось, и помощь ей не нужна была. А по ступенькам, вон, рассказывает, что прямо-таки её чуть ли не обдугани домой водит. Хотя, знаете, поднимаясь по ступенькам на первый этаж, там есть за что держаться. Так что, вот знаете, глядя на Уралочку, понимаешь, как же она любит всё приукрасить и преувеличить. Не может она жить без сочинений и без сказок. Ну, и, видимо, знаете, от счастья, от радости, что у неё будет душевая кабина, она опять же издёргалась, нос задёргался, и заметно было, что то ли это от радости, то ли она что-то как-то занервничала, вот, ребят, я порой не понимаю, когда она начинает дёргать носом и лбом, причина всему этому какая? Ну, понятное дело, что мы уже замечаем, что когда она видит еду, она так делает, когда она врёт, она так делает, но здесь что-то как-то она задёргалась, и когда была с Дуней в клинике, там вообще, ребят, это было просто нескончаемо. Ну, возможно, это и есть какие-то проблемы из области психиатрии. В общем, я не врач, ребят, диагнозы ставить не умею, я лишь только вижу, что это ненормальное явление. Ну, в принципе, в отличие от Уралочки, которая любительница ставить диагнозы, отправлять к психиатру всех подряд, а то, что в первую очередь давным-давно пора самой туда отправиться, она этого, видимо, не хочет признавать. Ну, и дальше они на кабину, я понимаю, оформили доставку, а тропический душ, уже упакованный в коробке, находился в корзине. Ну, и дальше побежал Сафар за какими-то штучками, как сказала Уралочка, в водоснабжении. Смотрите, Уралочка, у которой так сильно болят ноги, идёт и катит вот такую вот достаточно тяжёлую корзину впереди себя. Нет, понятное дело, что корзина-то на колёсиках, но могла бы, в принципе, и подождать Сафара. И в кабинке она прекрасно заходила, и корзину она катит. Ну, и дальше у вечно голодного Сафара мини-мукбанг, чай и, я понимаю, что шаурма, и Уралочка тоже не выдержала, попросила у Сафара чайку хлебануть. Говорит, водички что-то мне хочется. Знаете, вот как она говорит про водичку, мне действительно становится смешно. Я не думаю, что Сафар купил себе шаурму, а Уралочку оставил голоднёхонькой. Ребят, вторая часть обзора выйдет чуть-чуть попозже, так как она уже без Уралочки, и мы как раз-таки обсудим вторую часть чуть-чуть позже. Ну, а на этом я эту часть буду заканчивать. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. На этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. До новых видео, до новых обзоров, мои хорошие.